Добрый день! Добрый день! Скажите нам, пожалуйста, свою фамилию и имя, отчество. Я Анельченко Надежда Васильевна. Скажите нам свою дату и место рождения. 5 декабря 1940 года, село Урльга, Крымского района, Четинской области. Надежда Васильевна, скажите нам, пожалуйста, а с кем вы проживали во время войны? Во время войны я родилась перед самой войной, за три месяца, то есть в декабре, а в июне началась война. Проживала, ну, семья у нас была, брат был старший, потом средний брат, потом я родилась. Вот, старший брат был у меня на 7 лет старше, ну, старше второго брата, конечно. Вот, папу у нас, ну, в общем, забрали их куда-то как бы на переподготовку, тогда уже какие-то вроде бы, мама говорила, чувствовала что-то такое. Немножечко. И увезли в Хабаровск. И мы должны были тоже переехать, пока папа там был. И тут началась война. И провезли мимо дома папу. Вот, мама пыталась его встретить на вокзале, но эшелон за эшелоном шли день и ночь. Ну, в общем, было все бесполезно. И вот, мама нас растила, троих детей. Значит, вы проживали с мамой, и с вами еще два брата, и вы были самая младшая. Я самая младшая была. Вот, и, в общем, папа прослужил. Воевал он на Ленинградском фронте, вот, вначале. Потом, ну, еще название не помню, сейчас, если вспомню, скажу. Ну, и в конце концов он дошел до Берлина. И еще в Берлине он целый год был. Как бы тогда говорили в оккупации. Ну, не знаю, как. Но, когда папа вернулся с фронта, я уже это помню. Да. Сколько лет было? Мне уже было шестой год. Шестой год. Да, шесть, наверное. Потому что я в этот же год пошла, мне еще не было семи лет, я пошла в школу. У меня брат один и другой учились уже. Поэтому я умела и читать, и писать, и... Ну, была уже грамотная. Вы уже готовы к школе? Вот, и вот, в общем, училась я в Урульге. У нас была семеретка. Сейчас вы мне, пожалуйста, Наталья, скажите, а вот где вы проживали во время войны, вот в эти военные годы? Ну, как где? В селе Урульге. В селе Урульге. Там же, где вы и родились. Там же, где и родились. Там вы и прожили все военные годы. И папа вернулся тоже с Урульги. А вот скажите, пожалуйста, как повлияла война на судьбу вашей семьи? Ну, как повлияла? Папа вернулся, вы знаете, он с контузией. У него, он пока жил, сколько жил у него, где-то по телу бродил осколок. Его никак не могли сразу изъять. Он как-то передвигался, видимо. Ну, не знаю, какой. Но он ему удавал о себе, конечно, знать. Папа, ну, прибавил. Он был. Папа вначале там же вернулся, опять же, был военным. Там это у нас, что, два моста там были железнодорожных. Ну, как-то с Японией тогда было что-то сложно. С Китаем там что-то началось. Охраняли эти мосты. Мосты, и он там, ну, в общем, папа там служил. Ну, потом после как-то, значит, ушел он в отставку и работал он в совхозе. Уже у нас не колхоз, а совхоз создал. Вот. Он там работал и бухгалтером. Я помню, он работал и компаньером. Папа работал. Вот. И, в общем, ну, мы учились, закончили здесь школу. Я уехала в Читу, бабушки, и я пошла в вечернюю школу. Я училась, заканчивала вечернюю школу, закончила школу. Вот. Ну, я долго не просидела, я вышла замуж, вот уже не был, 20-й год. А потом уже я начала, уже после, уже у меня сынок родился, надо было доучиваться. А в Барусске ездила, заучили. А вот, Надежда Васильевна, вспомните, пожалуйста, как вообще вот проходил обычно ваш день? Где и как вы его проводили? То есть, именно вот в военное время. В военное время, Господи. Вы же были маленькие в то время? Очень маленькая я была. Я на физкультуре-то стояла последней. Но я была настолько натренирована. Ну, когда вы в школу пошли, уже после войны, Надежда Васильевна? Ну, да, уже после войны. А вот именно в военное время, да, как ваш день проходил? Вот. Где вы были? Где? Мы дома жили. Дома проходили. Садики закрылись. Дома пришла беда, обворовали все до ниточки. Вот. Мама работала день и ночь. Однажды, знаете, вот кто-то в армию, ну, на фронт призвали, а кто-то больной, хромой там какой. Они там создавали какие-то себе, ну, группы, что ли. Убивали скотину. Пришел один мужчина, маме говорит. Мария Ивановна, жалко тебя и твоих детей. Прячь корову. Куда спрятать корову? Вы держали корову, да? Мы держали. Она держала. Накосит сено, увезут. Она мешками носила на себе сено, чтобы прокормить эту корову как-то. Картошку выкопали. Вот. Еще не выкопали. Начинали копать. Она на работе. Картошку кто-то выберет всю. Вы без картошки. А вот, Надежда Васильевна, то, что вы сейчас рассказываете, вот он бы как бы предполагает, вот следующий мой такой вопрос, что расскажите какой-нибудь эпизод из детства, то есть воспоминания из военного или послевоенного времени. Ну, вот вы сейчас вот уже даже затронули, да, эту тему немножко, что вас обворовали, как вам было трудно. Может, еще что-то вспомните? Да я еще хочу рассказать. У нас, значит, наш дом, потом огород. И там соседи жили, я помню, Дубинины. Была тетя Наташа. Вот в детстве запоминается, ну, как-то лучше тем. Или уже мы старые стали. Память это плохие у нас у всех. Теперь, значит, у нас вот так стеклинки, отодвигалась стеклинка. И она, значит, это тетя Наташа приносила, вот у меня память, реликвия у меня военная. Есть вот такая вот чашечка небольшая, знаете, грубого такого, значит, изделия, как бы, ну, вот как сейчас делают эти посуду-то, не глиня, ну, типа, это, ну, белым покрашено, звездочка там синяя. Она мне, вот мне вот в этой чашечке суп подавала тетя Наташа. Городные сидели, подкармливали соседи. Вот. Миша ходил на рыбалку. Миша и дошел до старшего жара. Да. Вот. Витя у нас три года не ходил в детстве, потом стал ходить, и вырос парень, да, как такой красавец. Парень, вообще волнистые волосы, кудрявые, стройные. Вот. Ну, и вот, и понимаете, Миша кормил нас, то лодку отстрелит, то рыбку наловит. Вот. И мама прятала ружье, у нас был дробичек небольшой, она говорит, ну, она куда только не закапывала. Чтобы он не ходил на охоту, да? Чтобы он не ходил на охоту, потому что все промышляли, что ты, не дай бог, кого-то убьешь. Детен все равно находил. Находил, и все равно у нас на охоту. И оно как бы вот за грибами сходит, когда за ягодой. Вот. Маме некогда было с нами. Я помню один случай. Мама, мне было, наверное, тогда лет пять, еще папы не было дома. И она нас взяла на пасеку. Значит, будет дедушка, у нас был тригубетка, дедушка будет качать мед. Вот там был пасечник. Вы знаете, он там... Много нас детей привезли, но сколько работали. А Мария там... Мама там работала, у кого-то пасеки. Их возили 14 километров от дома. Пасека была. И вот взяли нас детей. Я помню, большую такую чашку поставил дедушка. Говорил. Коричневые, коричневые мед. А хлеб, булку он не резал, он на так разломал. На куске. И всем положил по куску. Говорит, вот так макайте и ешьте. Вот это все же... Ну, Надежда Васильевна, ну вот... Значит, из чего же вот ваш рацион питания-то состоял в то время? А чего? Вот, что вы кушали? Мы что кушали? Ну, вот, можно сказать... Ну, вот медом, да, там вас накормили. Ну, это... Брат охотился, да. А в основном-то, конечно, у вас же не было такого питания. Мама ходила наша. На поле, на поля ходили все женщины и копали мертвую картошку. Мертвую картошку. И вот она... В основном, наверное, это и было ваше питание. Да, да, да. Она отстаивала, там оставалось немножко что-то... А вот, Надежда Васильевна, ну, все равно же как... Ну, вы же были детьми, да, в то время военное? Мальчиков было у вас еще. Вот какое... Ну, что для вас в то время было лакомством? Ой, я не знаю, что было лакомством. Что вот такого вам запомнилось? Ну, единственное, что я запомнила, самое сладкое, это мед. Мед, которым вас накормили. А, больше-то у нас ниоткуда ничего не было. Да, да, ну, время, конечно, то было. А какие у вас игрушки имелись? И какие вы игры играли? Может, ну, вы даже не помните. Не помните, ну, ничего страшного. Да, я помню, что я хорошо читала, уже в пять лет брат учился. Вот я вот только... И вот, и вы понимаете... Вопрос следующий у меня как раз как это... Значит, ну, рассказывайте, когда вы начали читать. И я когда в первый класс пошла в школу, я не знала, что такое библиотеки. Ну, я прихожу, услышала, что книжечки можно взять и читать. Я любила читать. Я пришла в библиотеку. А мне, значит, это самое... Ну, библиотекарь или учителя там были, значит, да. А вы умеете... В каком классе? Я говорю, в первом. И вы умеете читать? Умею. Мне дали книжку. Я смотрю и читаю. Я бегла, читаю. Дальше больше. А что вы знаете, какие стихи листки? Я говорю, да сказки знаю какие. Я говорю, царь с царицей упростился, путь дорогу столидился. Мне дают эту книжечку. И я читаю. Я эту сказку, ну, третью часть прочитала. Ой, спасибо, вот хорошо, вот молодец. Еще дали книжку. Там еще стихи уже не знала. Ой, я тоже их читаю. Меня записали в библиотеку, мне так хотелось. Это, Надежда Васильевна, сколько вам было лет? Мне было 7 лет. 7 лет. Вот это я помню. А так уже, знаете, после... Ну, уже в школу-то пошла. А тяжело было, а одеть нечего. Потому что, ну, все, нашу одежду все унесли, украли. Все продали где-то на рынке. Одна была, наводчица и водила. Это приезжала со станции новая женщина. Мама потом разыскала, вернула одеяло обожженное. И пиковое, вот это покрывается пиковое, или как они называют? Пикейное. Пикейное. Пикейное в том времени называли. Вот, вот, и все, что она вернула. Ну, как говорится, с одеждой было очень сложно в военное время. Папа, когда вернулся. И мне мама заказала пальто из папиной шинели. И я от первого класса до пятого класса я носила эту шинель. Вначале у меня руки были вот так спрятаны. А я когда ее доносила, у меня уже вот так руки выглядывали. Вот. Я помню эту серую шинель, а нечего было носить. Потом уже потихоньку стали обживаться. Папа тут какой-то паек приносил, давали этим военным там, то да сел. Ну, в общем, уже как бы после войны немножечко, все равно, когда папа вернулся с фронта, вам уже стало, конечно, немножко полегче. Надежда Васильевна, а вы помните вот именно День Победы? Как его праздновали в вашей семье? В нашей семье-то, ну, папа же военный был обязательно. Вот он пришел в мае месяце, уже после Дня Победы. Это в конце мая было, 45-го года, по-моему, 45-го. В 44-м году, это год, в 45-м война закончилась. 45-м. Нет, тогда в 46-м он пришел. Вот. И уже после Дня Победы. А на следующий-то год у нас была площадь, около школы. Мы туда собирались. Вот. И мы-то, детишки же, нигде не отставали. Ну, я помню, папа выступал там много. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся. И радость была, и горе было всех, всем. У меня, говорят, это радость со слезами на глазах. Да, да, да. И вот... А вот, Надежда Васильевна, ну, а у вас создалось такое ощущение, что после Победы вам стало легче жить и в плане материальном, и в другом плане? Естественно. Естественно, да? Стало полегче. Особенно, когда вернулся папа. Ну, папа появился. Это уже, конечно, была большая помощь. Мы не знали. Ну, ну... Ну, вы-то, конечно, не помнили, есть и вы. Практики-то помнили, конечно. Можно сказать, накануне войны. Вот. А так слишком было тяжело в войну. Мама приходит и опять говорит, ой, вот у тех-то. Говорит, всё, ребёнок умер. От чего? От голода. Кушать нечего. Это когда была война? Война была, ужас какой-то. Идёт, говорит, человек. Вот лицо вот такое, говорит, отёкшее, всё. Идёт, идёт и упал, и всё, намертво умер. Было очень много слушаний. Потом это и воровство было. Это было что-то. Ну, всё равно много вы помните, конечно. Хоть вы и не сказали, что, да, были слишком взрослыми, но вам было 5-6 лет уже, как бы, к концу, да, войны. И воспоминания-то, конечно, у вас остались. Было очень трудно, было очень тяжело. Ну, выстояли, выжили, да? Надежда Васильевна, а вот что бы вы сейчас пожелали нашему подрастающему поколению? Ой, я даже не знаю, что пожелать. Очень сложный какой-то вот момент идёт в нашей жизни. Почему-то дети как-то деградировали от всего. Их не интересует. Я смотрю, я удивляюсь. Или уж мы так это вот воспитаны на этих слезах, или что. Я не знаю. Их ничего не трогает. Если девочка называет, вот, которые по кружу её живут нищебродами, это как, как это пережить, а кто мы такие? Ну, уж сейчас-то я не скажу, что мы нищеброды. Вот войну-то мы были нищеброды. Да, войну. А сейчас... Ну, там в то же время всё равно жили-то как бы... Ну, дети-то, конечно, сейчас техника куда пришла? Люди все, вот дети, все с компьютерами, все работают, всё умеют, всё знают. Я сейчас, знаете-ка, я от него отказалась, я покупала и продала в Астрахань компьютер свой. Потому что я не смогла, у меня давление. Я посидела, я пришла вот с такой головой. Ну, можно сделать вывод, наверное, на такой, Надежда Васильевна, что у нас мало стало человеческого общения. Не знаю, и общение-то... Ну, вот, ну, ещё взять нашу группу вот эту. Я сейчас тоже перестала ходить, потому что то не здоровьется, то ещё что-то. Ну, всё равно мы общаемся, вот старушки. А молодёжь-то нет. Я смотрю, у нас был коронавирус. Бесконечно горит свет в этом, в кафе, в кафе, ну, у нас кафе-бар. Бесконечно там пляшут, танцуют. Молодёжь занята только собой. Развлекаются. Вот, они сыты, одеты, они все в золоте. Снова без... Да, им, конечно, не понять того, что пережили вы. Когда вы были ребёнком, вот именно в эти годы войны. Мне сейчас уже 80 доходит, в декабре. Поэтому и... Я... Почему с вами и беседуем, что тем более этот год у нас объявлен Годом памяти славы, 75 лет победы в этом году у нас мы отмечаем. Ну, и огромное вам спасибо, Надежда Васильевна, что вы к нам пришли, рассказали о своей жизни в те годы. Да. И, конечно, мы вам желаем ещё здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Спасибо, спасибо. Я думаю, что, конечно, ещё хочу пожить. Это обязательно. Но если сложится моё вот это, чтобы с ямой, чтобы спокойно жила. У меня нет здесь спокойствия, я не могу здесь жить жить. Добрый день. Скажите нам, пожалуйста, свою фамилию, имя и отчество. Так. Я Абалмасова, Ильдокия Иннокентиевна. А ваша дата и место рождения? 1936-й, 22-е июня. Дровяная. Станция Дровяная. Ильдокия Иннокентиевна, расскажите нам, пожалуйста, с кем вы проживали во время войны? Во время войны я проживала в семье, мать, братья, сёстры и отец. Столько у вас было братьев, сестёр? Так, три, четыре брата, три сестры. У вас была очень многодетная, многодетная семья. Семья, мать домохозяйка, отец работал. Отец работал. А где вы проживали в военные годы? В военные годы, в начале войны мы переехали в город Хилок. И всю войну? И всю войну, и после войны мы проживали в город Хилок. А вот расскажите нам, пожалуйста, как повлияла война на судьбу вашей семьи? Ну, можно сказать, что, несмотря на военное вихолетие, мы, ребятишки, все учились, школу не закрывались. И посещали, хотя было очень холодно в школе, дров почти не было, мы были одеты, кто в чём, и учились. На нашей улице была начальная школа номер 82, а затем мы перешли в школу среднюю, на посёлок Остров, школа номер 1. А вот вообще, как проходил ваш обычный день? Ну, наш обычный день проходил, наверное, как и во всех семьях, но я, насколько помню, на нашей улице. Во-первых, утром мама вставала раньше всех, затапливала печь, потому что никакого другого отопления в то время вообще не было. Пожалуй, и везде. Затапливала печь, вставила чай, и если была картошка, варила картошку. Если нет, значит, чай, ну и там может что-нибудь. И готовила завтрак, который состоял из маленьких кусочков хлеба. Вот расскажите, пожалуйста, какой-нибудь эпизод из детства, то есть воспоминания ваши из военного и послевоенного времени. Ну, вот такой, может, какой-то был случай, или вот именно прям вот он вам запал душу, до сих пор вот вы его помните? Во-первых, когда началась война, то, ну, мне было 5 лет, ровно 5 лет, 22 и 41 год началась война. Чтобы там вот там собрания какие-то, этого я не помню. Но помню, что почему-то изменились лица соседей, соседов, какие-то сосредоточенные, строгие, такие утомленные, озабоченные, какие-то как будто люди, ну, недоброжелательные, потому что война забирали уже на фронт. Мы не особо понимали, но чувствовалось изменение отношения людей, какие-то строгость какая-то, озабоченность такая была в годы войны. Ну, и так, можно сказать, без особых весельей проходили военные годы. А нередко можно было, ну, не только на улице, но и там где-то слышать такой плач женщин. Женщин, наверное, я сейчас так думаю, приходили похоронки, и это была трагедия для семьи, но и для всех. Это вот то, что вам запомнилось, как военное время? Это военное такое, как бы тяжелое. И запомнилось, что все время мы все хотели есть. А послевоенное время, какое у вас воспоминание? Если первое, например, как я запомнила, что война закончилась, радость какая-то у людей, солнечный день, я помню, 9 мая, когда объявили, было тепло, солнце, но в то же время люди какие-то, ну, что-то разговаривали, рассказывали, но в то же время вот у нас недалеко жили соседи, у них погиб отец, и наряду с радостью было горе. Мать, жена, ребятиша, которым много было, плакала. Это был праздник, вот какой поется песня «С отвязанием на глазах». Ведокина Кентьевна, а вот расскажите нам, пожалуйста, из чего состоял ваш рацион питания и насколько он был разнообразным? Какие продукты у вас чаще всего использовали в вашем повседневном питании? Ну, как у всех, это был хлеб, хлеб, конечно, был некачественный, мы отправлялись за хлебом, утром занимали очередь, несмотря на то, что всем выдавали карточки, по карточкам каждый мог получить свою долю, но все равно занимали почему-то очередь и получали хлеб. Продавцом в том хлебном магазине, где мы покупали хлеб, была наша соседка, тетя Маруся, и когда мы приходили, ну, кто-то из детей, чаще всего дети ходили, она всегда так взвешивала хлеб, чтобы оставлялся кропотный кусочек хлеба, называемый довеса, но можно было кто съедал, кто приносил, кто отламывал кусочек. Черный хлеб, вот хлеб, причем не просто, как у нас сейчас на столе, в хлебнице лежат кусочки хлеба, а хлеб, мама резала хлеб каждому по кусочку. Ну и, конечно, мы замечали, что даже иногда на ее месте хлеба не было. Ну, как-то мы... То есть мама делила весь хлеб на только на детей. На детей, да. Но еще, когда была из них картошка, в то время были почему-то неурожайные годы, и надо было все сдавать еще. Это обязательно было. Потом у нас появилась корова. Каким образом, я не знаю. То есть, как ее приобрели. Наверное, обменяли на что-то. И мы все это, ну, просто любили эту корову. Потому что было молоко, немножко надо было часть сдавать там масло. Рабочие работали вот на железной дороге, там помогали. ну, и, конечно, это вот, что можно сказать, когда не было. Весной собирали картошку на поле. Не урожай были. Там был не совхоз, а участок железной дороги, в которой сажали картошку. Если не все убирали, мы ее собирали. она была как крахмал, такая темно-коричневая, как крахмал, растыпалась. Но иногда мы приносили домой и жарили ее на плите, а иногда просто съедали. Нам казалось, что это очень вкусно. А вот, Игорь Елена Кентиновна, а что для вас было вот самым макомством в годы войны? Что вы такого вкусного кушали в то время? Мы, наверное, ничего вкусного не ели. Вот эти все, как и все дети, корешки, там, богойник цвет, вот эти от елки ели эти листочки. Ну и все, выкапывали, саранки. Но самым вкусным, сладким, когда мы учились в последний год войны, последний, наверное, год войны, несмотря на то, что было трудно, в школе давали маленький кусочек хлеба, ну, может, граммов 30, и на эти, на листочки немножко сыпали сахара. Чай заварили там на морковке, свекли, и прям рассыпали немножко сахара. Ну, мы его с удовольствием так пальцем макали чуть-чуть и ели. Вот это было самое главное лакарство у вас года войны. Вот рассыпчатый, такой маленький, маленький щеплёточка сахара. А вот, Евдокина Акентиновна, а какие игрушки у вас имелись в то время, и в какие игры вы играли, например, со своими сверстниками? Ну, несмотря на военное лихолетие, голод, мы всё равно играли. Но играли, конечно, в войнушку, в то время все дети играли, прятались, где-то кто-то наступал. Конечно, никто не хотел быть немцами, но мы вытягивали, так считали, считалками, кому попадало, те, и были как враги. Они, они наступали, нападали. У нас были деревянные такие, ну, как бы, автоматы. Можно было сказать, ваши игрушки деревянные автоматы, пистолет, ну, что-то такое. И мы врагов, но в то время часто от родителей слышали, ну, и от взрослых, слово Гитлер. Поэтому всех врагов мы называли Гитлеры во множественном числе. Не немцы, да, а Гитлеры. Они нам вот какими-то страшными казались, Гитлеры. И еще мы играли, ходили на ходулях. Но ходули это длинные палки, прибитые брусочки. На них надо было встать на обы и ходить по улице кто дольше, кто не упадет и пройдет. Ну, и, конечно, игры, прятки там, догонялки. Но все равно играли. Хотя времени было мало и как-то забывалось о городе. А вот Екатина, Акентина, вот в то время военном, были условия для занятия спортом или каким-либо творчеством? Нет, для занятий спортом и творчеством не было. Может быть, не было, хотя время-то, конечно, было. Мы занимались в начальной школе, и там было четыре комнаты, четыре, как класса. И учились, все время у меня память остается холод. Холодно. Кто надет таких курточках, кухаечках, на ногах непонятно, что. Наша учительница Львов Сергеевна Луцкина, я ее запомнила, у нее была такая небольшая даха, коротенькая, и все время она тоже мерзла, и руки прятала под подворотник, чтобы можно было как-то согреть. Ну, и, конечно, на перемене, я помню, иногда мы в четвертом классе уже, ну, может, чтобы разогреться, коридор был, как он здесь, вот в этой же школе, мы делились на две группы, это постарше четвертый класс, и пели песню, а мы просто сеяли. но и там все равно, да? А в каком возрасте вы начали читать эти муки? Ну, читать, ну, наверное, я как первый класс пошла, и хотя и книг не было, я как помню, мы какую-то книгу, наверное, чтение просто передавали, чтобы даже посмотреть картинку, буквы, ну, по очереди, по рядам друг другу передавали, а учительница рассказывала, нам содержание, но каким-то образом у нас в доме, потом я узнала, что это родственники, и когда переехали, у них было много книг, и они нам часть книг отдали, они у нас хранились на вышке, и вот я там нашла книжку «Девочка из города», автора, сейчас вспомню, там рассказано было, как шли беженцы, и в одной деревне, девочка без матери, отца, там, с незнакомыми людьми, ее люди, которым они зашли, оставили, она была очень худенькая, рисунок такой, бледненькая, как она привыкала, как она впервые назвала эту женщину «Мама». Я ее перечитывала, наверное, сотни раз. Это вот книга? Баранкова, автор Баранкова, «Девочка из города». Вот эта книга вам запомнилась, да, которую вы читали именно во время войны? Да. Ну, как из вашего разговора мы поняли, что вы учились в военное время, да, в школу уходили, да, да, да. А вот и такие, Иннокенде, скажите, пожалуйста, какой был ваш любимый предмет в школе? Ой, можно сказать, мы одинаково, там не было, чтобы развеселиться, если надо было писать, значит, мы писали на листках картонных из бумаги, из книг между, ну, если надо было читать, мы читали, и вот я говорю, что книжку-то мы с удовольствием рассматривали, наверное, чтение было. Ну, и по математике писала нам Львов Сергеевна задачки, рассказывала, я помню, и когда в классе была абсолютная тишина, никто не играл, ни там, ни хихикал, ни до этого было, и часто кто-нибудь из учеников лежал на парте, голову склонив, и не слушал урок, может, плакал. мы знали, что, наверное, в этот дом пришла беда. А однажды наша учительница, Любовь Сергеевна, тоже пришла на урок, дала нам задание, какое-то, наверное, может решать, и стояла у окна, около стола учительского, и такой взгляд у него был отрешенный, мы все тихо сидели, никто ничего не спрашивал, не смеялись, конечно, наверное, у нее тоже случилась какая-то беда. Ну, конечно, в то время дети в это все понимали. Понимали. Когда у кого была какая-то... Мы просто были взрослыми, никто там, если, например, приходил, там вот один мальчик даже приходил, ну, наверное, как из-за дея, из покрывала сшиты были, ну, типа, ну, как сказать-то, бутики, что ли, не просто, не промышленные обуви, завязанные веревочками, никто даже никогда, никто никогда не смеялся и не осуждал. Илья Татьяна Кентиновна, а вы вот в то время посещали какие-нибудь кружки или секции? Нет, не было. Не было. Мы просто в школьной ограде играли, ну, как-то, я, наверное, это была физкультура, потому что мы играли, там играли, какие-то упражнения, наверное, это были уроки физкультуры. Ну, а как было сейчас, дополнительно, да, вот у нас сейчас есть кружки секции, но такого нет? Наверное, учителей-то может, недостаточно было. Илья Татьяна Кентиновна, вспомните, пожалуйста, какая была у вас одежда и приобретали ли вы ее в магазинах или вам ее шили родители самостоятельно? Как вообще вы одевались в военное время? Во что? Во-первых, донашивали остатки довоенного времени, до войны, одежда, конечно, была, я помню, красивые, были у меня с окошки, костюмчик такой, донашивали, а потом уже перешивали из взрослой одежды, из брюк, из мамина, там, может, юбок, у нее, помню, было красивые полушубок, романовские она называла, отделанные мернушкой, карманы, воротник, она его нам разрезала, сшила, типа, тапочек, таких, чтобы нам тепло, чтобы мы бегали. А летом, начиная с весны до осени, все ходили босиком. Все ходили босиком, по лужам, если на речку купаться, если, например, грядки полонить, в магазин, все ходили босиком. Екатерина Кетина, а вы в то время участвовали в трудовом фронте? Ну, в трудовом фронте, как таковой, как таковой у нас город Филок, а вот подсобное хозяйство было, вагонного депо, как я потом узнала, недалеко совсем, там надо было помогать, но картошку, как не то, чтобы копать, может, копали, собирали там, муста, и помню, однажды нужно было им, это была осень, наверное, август или сентябрь, косили сено и собирали население помочь косить и, ну, собирать сено. а всех люди-то, взрослые-то работали на производстве, им не до этого было, даже подростков и детей. И вот на нашей улице нас человек, может, 10 побольше собрали, я помню, какой-то мужчина, он нас организовал, увезли и сказали взять с собой кружку, ложку и чашку, но кружку, понятно, мы с кружкой в лес и везде ходили, где поесть, где попить. А зачем чашка, мы не знали. Оказывается, они, там в основном оказались подростки, дети, и мы, и они сварили суп, не знаю, из чего, всякая зелень была, какой-то, бульон вкусный, и всем нам по чашке налили супа. И так мы несколько дней ходили, помогали. Ну, мы руками собирали, никаких там, ни граблей, ничего, просто руками собирали, складывали, а кто там был, несколько человек, взрослых, они уже там все наскладывали. Евгения Акентиновна, а помните ли вы День Победы, и как вы праздновали его в вашей семье? Ну, конечно, у нас накануне, перед окончанием войны, у отца погиб родной брат. Значит, он рассказывал, что он видит сон, Павел, дядя Павел, он видел сон, как будто он, но приехал человек с фронта, и говорит, что он, он спрашивает, Павел жив или нет, он говорит, жив, а потом посидел немножко, говорит, нет, я вам неправду сказал, он погиб. и через несколько дней вот эта Женя, его жена, получила похоронку, что муж ее погиб. что муж погиб. Ну, а день победы, вот вы, сам, вот это, день победы, конечно, помню, вот это солнце, какую-то радость, на улице все ходят, слезы текут, у женщин, те, которых, мужья вернулись, или сыновья, те, которые не вернулись, какая-то радость, там потом было, на улице, в то время были Десятидворки, ну, поделена на части улица, и каждый смотрел, чтобы там, ну, дети, может быть, порядки были, чтобы чистенько, чтобы было, или, может, помогали, помочь, в случае чего, и вот все говорили, ой, наконец-то, наконец-то, уничтожили, убили этих Гитлеров, а мы-то Гитлеры-то и представляли, вот эти все страшные вещи. А вот, Игорь Накитина, а создалось ли у вас такое ощущение, что после победы вам, ну, легче стало, что в материальном и бытовом плане? Конечно, после войны, когда закончилась в 45-м году война, положение материальное не изменилось. Карточная система осталась, она существовала до декабря 1947 года, но стали люди возвращаться, мужчины, коллеги, вот я помню, у нас несколько коллег без руки был, один с костылями, ну, как-то люди, мужчины, появлялись, и, по-видимому, ну, начали вести хозяйство, а положение было такое же, продуктов, кое-когда давали какие-то продукты, тоже по норме, понемножку, там, детям, в первую очередь, и продуктов почти новых не появилось. Я только запомнила, что вот в 47-м году, а почему нет, карточная система сохранилась, в 46-м году посеяли, все, что можно было, собирали картошку, там, наверное, пшеницу, зерновые, а осенью урожая не было, то есть все высохло, это был такой засушливый год, что никакого урожая люди не получили, и такая же норма, карточек оставалась, и в 47-м году, в декабре, вот это я запомнила, объявили по тарелке, ну, тарелка это радио, такое крутое, только по нему все новости узнавали, что с какого-то числа отменяется карточная система, и будет выдаваться, ну, и свободно хлеб, в первую очередь хлеб, мы занимали, все люди занимали очередь, но когда привозили хлеб, очередь нарушалась, что посильнее было, они, конечно, продвигались, мы ходили с братом Колей, он старше меня, такой пронырливый был, прорезет там между взрослыми, купили булку хлеба, давали булку хлеба в руки, может, удавалось вторую булку, хлеб был в основном, вот первый хлеб был из кукурузной муки, по-видимому, с запада, не урожай был, с запада везли кукурузу, пекли хлеб, и такой был желтый, я запомнила, вкусный хлеб, вот первый бескарточный хлеб. А вот, скажите, пожалуйста, вот как сказалась победа на ваших возможностях в организации досуга, то есть, ну, например, пионерские лагеря, там, может, библиотеки вы стали посещать, или куда-то, может, в клуб выходить стали, вот это вот было уже после победы? у нас там поселки, это Ямаровский поселок, был клуб, ходили там танцевальные, были хоровые, что-то, вот я помню, хор ходили, и как бы уже организация была какая-то, но спортом, вот до более поздних времен я не занималась, но занимались хорошо физкультурой в школе, когда мы перешли в школу номер один. У нас классным руководителем был Иван Ефимович Чегров, участник войны, офицер, орденоносец, он ходил в форме, с наградами, и все нам рассказывал, классные часы были посвящены рассказам о войне, и мы столько узнавали интересного, сидим на него, смотрим, как и представляем, как он этих Гитлеров убивал. А вот, Евдокина Кеннина, а что бы вы сейчас пожелали нашему подрастающему поколению? Ну, прежде всего, конечно, стремление к учебе. Я хочу сказать, что послевоенные дети очень, очень тщательно и целеустремленно учились, очень хотели учиться. Никаких срывов там уроков или невыученных, или нарушений не было. Почему-то все хотели учиться, учиться. И так до более старших времен. Во-первых, стремление к учебе, учеба, знания никогда не помешают. Во-вторых, более человечные такие отношения между собой и по отношению к старшим людям. мы прямо благоговели перед старшими участниками войны, они нам какими-то казались рыцарями прямо. Ну, мы благодарим вас за ваши содержательные ответы. И большое вам спасибо. спасибо. Спасибо.